Уже по традиции февраль – время, когда глава города Николай Юдин проводит встречи с коллективами и организациями Ирбита. Как правило, их тема – подведение итогов года минувшего и планы на перспективу. Этот год исключением не стал, а одна из первых встреч прошла в активе ветеранских организаций города. И ожидаемо в первую очередь разговор зашел о предстоящих выборах главы государства, ведь принятое на них решение неизбежно отразится и на судьбе города, и на жизни каждого из нас. Если говорить конкретно про Ирбит, а по сути мы будем голосовать и за будущее Ирбита, нам необходимо все сделать для того, чтобы те изменения, которые мы начали совместно с вами, они были продолжены. И та программа, которую утвердил губернатор в прошлом году, 26 сентября, он подписал план основных мероприятий по улучшению показателей социально-экономического развития в преддверии 400-летия Ирбита, чтобы вот этот план, который очень объемный, первоначальные цифры на 8 лет запланировано порядка 18 миллиардов средств, должно быть вложено в город Ирбит. И чтобы это не осталось на бумаге, чтобы это было все реализовано. Так что к каждому ирбичанину есть о чем задуматься. Тем более, что в нашем городе происходящие изменения все более заметны, а объемы проводимых работ только растут. Вот и в планах на 2024-й продолжение реализации и старт сразу нескольких значимых инфраструктурных проектов, в том числе масштабное строительство жилья в микрорайоне Комсомольский. Там строит компания «Гранд Жукова-17». Это двухподъездный пятиэтажный дом на 55 квартир. Срок завершения строительства 1 декабря текущего года. 35 квартир мы предоставим для расселения из ветхоаварийного жилья. 10 квартир получат врачи и 9 квартир педагоги. То есть губернатор приедет вручать ключи врачам, педагогам и будет открывать транзитную дорогу через территорию бывшего мотозавода. Тоже срок завершения 1 декабря. Мы начинаем строить вторую ветку водоводов. Первый этап – это от Бердюгинского месторождения до станции водоподготовки на Пионерском поселке. И в этом же году мы должны начать уже проектировать трассировки по городу. Первый этап будет проходить от станции водоподготовки до микрорайона Комсомольска. Учитывая, что мы там жилье строим, нам воды там, конечно же, не хватает, не будет хватать. Детский сад завершаем и в этом году строить. В планах строительства школы на 550 мест. То есть вода там крайне необходима. Вы знаете прекрасно, что город Эрбит участвует в программе модернизации инженерной инфраструктуры. В прошлом году мы поменяли практически на 45 миллионов сети водоснабжения. В первую очередь в южной части, это улица Щерса. Ну, знаете, да? Заменены были диаметры. В этом году у нас уже определен подрядчик. И он в ближайшее время, как только, опять же, погодные условия позволят, он приступит к замене, не к ремонту, к замене. Новые трубы появятся, в том числе и 500-го диаметра с хутора Володина. На 120 миллионов у нас контракт уже заключен. В том числе и будет заменена 500-я труба под улицей Лени. Как только мы ее сделаем, мы тоже год дадим грунту устояться, и полностью улица Ленина будет отремонтирована статуарами. Улица Щерса. В этом году, да, мы делаем проект. Также грунт даст усадку. Понятно, что нам придется там это подсыпать, там тротуары деревянные, может быть, ремонтировать. Ну, скорее всего, чтобы люди могли ходить. И в следующем году мы улицу Щерса переведем в порядок. Что позволит, в том числе, и улицу Комсомольскую разгрузить. Ну, а результат реализации еще одного проекта горожане смогут ощутить уже в ближайшие месяцы. И речь идет об общественном транспорте. В течение трех лет руководством города принимались последовательные меры по спасению от банкротства муниципального перевозчика предприятия «Рбитавтотранс». И вот несколько недель назад, наконец, получен результат. С предприятия снято конкурсное управление. Банкротство ему больше не грозит. А значит, возможно планировать и дальнейшее развитие. Благодаря тому, что Свердловская область получила полтора миллиарда на обновление парка автобусов в Свердловской области, там казначейский кредит через Министерство транспорта Свердловской области получен. Город «Рбит» – единственный муниципалитет, кто обновит автобусы. 11 штук у нас их будет. Все будут с кондиционерами, все будут зеленого цвета, все будут обеспечены терминалами банковскими. И, к слову, вот эти терминалы, пока мы на маршрут новые автобусы не вывели, они появятся буквально в конце этой недели уже в автобусах, которые сейчас двигаются по городу. Следующая задача, самая важная для нас, во-первых, найти водителей на всю эту технику. Это у нас огромная проблема, не только «Рбита». На сегодняшний момент 70 новых автобусов в Екатеринбурге стоит в боксах. Новые абсолютно автобусы, они не могут выйти в рейс, потому что некого садить за руль. В связи с этим мы за последние неполных три месяца, с 1 февраля, это третий раз, когда мы подняли заработную плату водителям и кондукторам нашего муниципального предприятия. И еще будем, могу вам сказать, точно зарплату увеличивать, ну, чтобы она более-менее достойная стала. Помимо всего прочего, мы будем стараться и социальную поддержку оказывать. Следующая важнейшая задача, помимо того, чтобы водителей найти, безусловно, исполнение расписания движения автобуса. Мы не будем гнаться за тем, чтобы автобус каждые 5 минут на остановочный комплекс переходил. Пусть это будет интервал 15, может быть, даже 20 минут, но он должен прийти именно в ту минуту, которая указана в расписании. Для удобства пассажиров, для удобства горожан, будут размещены электронные расписания на остановочный комплекс с обратным отчетом, так же, как в Екатеринбурге. В этом году мы установим новые остановочные комплексы, такие же, как на улице Логина, по всей улице Комсоморская. И потихоньку-потихоньку будем двигаться дальше. К слову, это далеко не все темы, которые обсуждались на встрече. Задаваемые вопросы касались и уборки улиц, и развития предприятий, и строительства новых социально значимых объектов, и благоустройства городских пространств. И что важно, практически в каждом из этих направлений работа идет. А часть изменений станет очевидна уже к концу 2024 года.